Когда мы визуальные критерии вот такие уже определили, мы можем пациента положить и посмотреть в положении лёжа. В положении лёжа тоже картина будет достаточно яркая, потому что если мы вот с этого ракурса посмотрим, то мы увидим одну ягодичную мышцу достаточно выраженную, а другую скошенную. В положении лёжа таз должен стабилизироваться и связками, и мышцами. Поэтому точно так же здесь мы смотрим ширину полутаза с одной стороны и с другой стороны. И смотрим длину ног. С той стороны, где мышца гипотоничная, большая ягодичная, эта нога будет удлинена. Всё хорошо. Визуальные критерии прекрасные, показывают нам, что мышца в состоянии гипотонуса. Теперь мы должны убедиться в этом, выполнив тест. Как делается тест большой ягодичной мышцы? Мы помним, что её функция отведения и разгибания, помимо ротации. Вот в такое положение мы устанавливаем ногу. При этом ноги пациента достаточно тяжёлые, поэтому основную работу нужно перекинуть на пациента. Мы ножку согнули, по кушетке её вот так отодвинули, это не тяжело. Потому что если вы сразу возьмёте и начнёте вот так таскать, вас не хватит на всех пациентов, тем более, что есть разные люди по комплекции. Согнули ножку, отодвинули, к себе придвинули, уже отведение есть 30 градусов. Придерживая заголень, вы просите пациента поднять ногу вверх. Вот, уже он выполнил, что необходимо. Если человек не может сделать вот это, опустите ногу, это уже первая фаза теста. Да? То, что мы с вами говорили. На первой секунде человек не может этого сделать. Явная гипотония. Просим это сделать, удерживать, не надо так высоко, чуть пониже. Вот в таком положении. В коленном суставе ногу нужно чуть-чуть согнуть, вот так. Почему? Потому что слабые мышцы будут обязательно вызывать на себя работу синергистов. И человек обязательно захочет разогнуть ногу в коленном суставе, чтобы усилить. Поэтому одной рукой мы придерживаем голень от разгибания, другую руку мы устанавливаем параллельно голени, перпендикулярно бедру. Вот в такое положение. Просим пациента удержать ногу в таком положении, а сами осуществляем давление вниз. Если мы выставили в такое положение, и через несколько секунд нога падает, значит это слабый тест. Если мы просим удержать ногу в таком положении, и возникает тремор, значит мышца слабая. Мы можем увидеть явные признаки гипотонии. Все критерии показывают, что мышца слабая. А мы выполняем тест, и она не показывает гипотонус. Почему? Потому что к этой ситуации очень длительно приспосабливался организм. Человек же не перестал ходить. Он все равно ходит, он все равно наклоняется, переносит грузы. Потому что все функции в организме... Я... Чисто показательно. Я у него ничего не тестирую сейчас. Сейчас мы возьмем кого-то для нормального теста. Возникает такой нонсенс, что мы визуально видим, что мышца должна быть слабая. Все критерии об этом говорят. А мы ее тестируем, она нам не дает гипотонию. С чем это связано? Это связано с тем, что во время теста активно подключаются синергисты. Одним из важнейших синергистов в данном случае является мышца, выпрямляющая позвоночник. Поэтому мы будем применять такой прием выключения синергистов, как использование магнита. Какой полюс магнита ослабляет тонус? Север. Мы берем магнит. Только магниты ВПК имеют северный полюс. И с северным полюсом магнита устанавливаем магнит на мышцу, выпрямляющую позвоночник. Мы можем использовать, нам никто не запрещает по закону, использовать сколько угодно магнитов. Один, два, пять, десять. Сколько угодно. Еще один магнит. Еще один магнит. Потому что синергист. Длинный же он. Мы его должны выключить. Мы установили магниты. Удерживаем ножку. И снова выполняем тест. И тогда мы получаем, раз, гипотонию. В данном случае мы ее получили, кстати. Получили? Да. Вот то волшебство злое, о котором вы говорили. Но все основано на учении индийских йогов с позволением месткома и парткомиссии. Так вот, исключение синергиста – это важный момент в этом тесте. Потому что гиагодичная мышца не то, чтобы коварная, но она очень часто привлекает к себе все мышцы содружественные. Вчера, когда мы тестировали икроножную мышцу, у многих или у некоторых была такая ремарочка, что напрягаются мышцы хамстринга при этом. Помните? Да? Но я вчера промолчал, чтобы сегодня ярче это прозвучало. Если мы не уверены, подключаются такие хамстринги или нет, мы должны взять и выключить хамстринги. То есть, что мы возьмем? Мы возьмем магнитом у АПК. Ложитесь на спину. Вот мы, помните, да, тестируем икроножную мышцу. Вот мы ее тестируем. И чувствуем, что подключается. Как бы мы правильно не выставили ногу, все равно подключаются хамстринги. Мы тогда хамстринги выключим отрицательным полюсом магнита. Но так как они и так не удерживаются, то мы вправе взять на липучках резиночку и закрепить. Можно пластырем, как угодно. Только гвоздиками не прибивать. Вот. И исключить. И вот тогда мы получим икроножную мышцу один на один с нашим тестом. Нет, подержать нельзя. А вот подержать нельзя. А вот. Ассистент? Ну, ассистент, это уже слишком, это дорого. Все. И таким образом мы мышцу исключаем. Можно ассистент? Не, ну можно, конечно, но нежелательно. Влезет он? Влезет он. Влезет. Нежелательно. Нежелательно. Хотя, в принципе, пациент может своей рукой удержать. На следующем семинаре, когда мы будем работать со связками, мы будем очень активно работать с магнитами. И будем привлекать пациента для удержания магнита и для терапевтической локализации на определенные связки. В принципе, это тоже можно. Вот когда мы уже убедились в том, что мышца в гипотонусе, вот тогда мы можем уже искать причину этого гипотонуса. Какие причины гипотонуса большой ягодичной мышцы могут быть? Ну, первое. Это триггерные точки. Те, кто занимаются в фитнес-центре или дома, или хоть как-то занимаются с собой и выполняют движения динамические этой мышцей, они помогают не возникать триггерным точкам. Но если человек выполняет только статическую нагрузку для этой мышцы, то триггерные точки будут там обязательно. Поэтому, когда, ложись на живот, когда мы смотрим любого пациента, и вы когда работаете с пациентом, и... Болезненно? Ну, чувствительно. Чувствительно. С одной стороны, с другой стороны. То есть на уровне ягодичной мышцы и средней большой ягодичной мышцы. Вот всегда в этих зонах есть зоны болезненности. Причем зоны болезненности на уровне крепления мышцы, то есть по краю гребня, воздушной кости, так и непосредственно в брюшке самой мышцы. Массажисты зачастую работают с этими точками, и это очень хорошо. Инактивируют триггерные точки. Но можно и нужно помогать это делать себе самому. Поэтому, вот метод с мячиками очень эффективен. Сейчас активно используются роллы в фитнесе для этого. Поэтому после занятий всегда прокатывают через мышцы для того, чтобы и триггерные точки устранять, и фасциальное укорочение. Любыми методами можно работать с этими триггерными точками. Триггерная точка вызывает гипотонус большой ягодичной мышцы. Длительный ее гипотонус укорачивает грушевидную. Грушевидная сдавливает нижний ягодичный нерв. Нарушается иннервация мышцы и запускается порочный круг. В какой-то момент начинает развиваться деформирующий артроз тазобедренного сустава. Почему? Потому что, безусловно, укороченная грушевидная мышца, затем подключаются связки, и тазобедренный сустав начинает испытывать несвойственные ему нагрузки. По существу, даже если мы человека уложим, все равно укороченные мышцы будут вдавливать головку бедренной кости в вертлужную впадину. И артроз все равно неминучий. Поэтому большая ягодичная мышца – это наш очень важный объект внимания для всего. Для всех проблем. Человек, который длительно ведет сидячий образ жизни. Садитесь. Помимо того, что мышца не работает фазически, она еще раздавливается. Хронически раздавлена. Нарушено кровообращение, нарушена иннервация. Нестабильность, слабость большой ягодичной мышцы приводит к нестабильности таза. И когда человек закидывает одну ногу на другую, то он подспудно пытается стабилизировать таз. Вот таким вот образом стабилизировать таз. И когда даже человек захочет, ему будет рекомендовано не сидеть таким образом, как только он отвлекается, он тут же садится. Потому что это необходимая защитная реакция организма. Нужно собрать таз, нужно стабилизировать. Но это, с одной стороны, стабилизирует таз, а с другой стороны, еще больше растягивает слабую ягодичную мышцу. И усиливается проблема. Еще больше усиливается проблема. Причина гипотонии большой ягодичной мышцы – это и фасциальное укорочение. Фасциальное укорочение имеет те же самые источники, что и триггерные точки. Это длительная работа мышцы в статическом режиме. Нестабильность мест прикрепления. Сядьте, хорошо. Нестабильность мест прикрепления. Если мы помним, к чему прикрепляется большая ягодичная мышца, то в первую очередь и чаще всего нестабильность мест прикрепления проявляется на уровне крестцово-подвздошного сочленения. При этом нужно учитывать, что нестабильность – это не только патологическая подвижность, но и патологическая фиксация. В Украине есть очень известное и уважаемое медицинское учреждение, которое называется Харьковский институт травматологии и ортопедии имени профессора Ситенко, где вопросами нестабильности занимаются очень давно. Изначально именно ортопеды ввели этот термин в медицину. Затем неврологи в лице профессора Попелянского этот термин развили с неврологической позицией. Какой небольшой экскурс. Если подвздошно-крестцовое сочленение нестабильно, это может проявляться в двух вариантах. Либо в патологической подвижности, которая может быть следствием либо травмы, либо структурных изменений в связочном аппарате. Физиологически такие структурные изменения происходят в определенные периоды жизни у определенных людей. Вы замечали, что боль в области поясницы и таза может быть связана с циклом? Да. А как это объяснить? Структурные влияния. Откуда? С гинекологией. С гинекологией. То есть цикл вы женский имеете? Ну, естественно. У мужчин тоже есть свой цикл. У мужчин тоже есть свой цикл, да. Но мы берем женский цикл. Дело в том, что у женщин цикл этот сопровождается определенной гормональной перестройкой в организме. Постоянно, каждый месяц происходит эта перестройка. И в определенный период беременности, в третьем триместре беременности, перед самыми родами, точно такое же происходит, такие же происходят изменения гормональные. И эти гормональные изменения приводят к некоторому ослаблению связочного аппарата. Ослабление связочного аппарата усиливает нестабильность. Если изначально эта нестабильность как-то еще компенсирована, то в этот период, в эти 3-4-5 дней, у кого как-то происходит, вот это ослабление уже вызывает декомпенсированную нестабильность, которую мышцы пытаются компенсировать. Им это удается на уровне укорочения спазма, и это вызывает боли. Второй вариант нестабильности на этом уровне – это патологическая фиксация. Когда человек шел-шел, упал, поболело, встал и пошел. Но когда он упал, у него произошел маленький подвывих на этом уровне. Достаточно одного миллиметра для того, чтобы уже отразиться на всей биомеханике этой области. Это тот случай, когда человек даже не запомнил. У нас есть пациентка, которая 5 лет назад была, на которую напал грабитель. И он ее поднял, бросил. Она ничего не поломала, были ушивы и так далее. Он ее бросил, она упала на таз. Даже не лежала она в больнице. Она там пошла, посмотрели, сказали, что все в порядке, синяки и прочее. Но через какое-то время появились боли, появились боли в пояснице, которую связали с вот этим падением. Хотя на снимке тоже ничего не нашли. Но на сегодняшний день, спустя 5 лет, наблюдается гипотрофия, уже не гипотония, а гипотрофия ягодичной мышцы с этой стороны. На эту гипотрофию обращали внимание много раз. И разными способами пытались ее восстановить, эту мышцу. Массаж, физиопроцедуры, все что угодно. Но вот этот подвывих, ведь он на снимке даже не определяется. Только после того, как поработал с ней остеопад, и очень сложно, не с первого раза этот подвывих был устранен, вот только после этого, потихонечку, но очень-очень медленно, это в течение нескольких лет происходит, мышца начала восстанавливаться. Вот что такое нестабильность мест прикрепления. И крестцово-подвздошное сочленение в этом отношении имеет большое значение. Почему мышца может быть в состоянии гипотонуса? Потому что она во время акта движения, во время ходьбы не включается. Вместе со всей задней цепью она не включается в движение. Поэтому нужно проверять всю заднюю миофасциальную цепь. Короткие сгибатели пальцев стопы в этом отношении имеют ключевое значение. Если вы видите гипотонию большой ягодичной мышцы и проверяете всю цепь, особое внимание обратите на короткий сгибатель пальцев стопы со всеми нюансами, которые мы вчера описывали. Обязательно. Потому что стопа в этом отношении может играть ключевую роль. Мы можем биться сколько угодно над большой ягодичной мышцей. Мы можем ее массажировать, делать миостимуляцию, кровообращение и так далее. А она как бы была в гипотонусе, так и будет. Потому что основной акт ходьбы, который человек осуществляет, и он должен быть тренировочным и лечебным, он не работает хронически. Вот вопрос. При тестировании задней цепи, да, то есть, большие ягодичные мышцы включать можно или нет? Никто не запрещает. Пока что включение большой ягодичной мышцы в заднюю миофасциальную цепь не узаконено. Профессором Васильевой, в частности. Но функциональная ее близость к этой цепи и значение, она не оспаривается. Поэтому вам никто не запрещает при тестировании задней цепи протестировать большую ягодичную мышцу. И в принципе, если вы найдете нарушение, то эти цепи, все цепи имеют много чего общего. И многие пересечения. И много чего общего. И еще один нюанс, почему гипотония большой ягодичной мышцы может развиваться. Если это мужчина, и он в кармане носит какой-то электронный прибор. Хронически носит какой-то электронный прибор. Это тоже нюанс. На него тоже стоит обратить внимание. Вы сделали все процедуры. Человек встал, поблагодарил, положил сюда телефон и ушел до следующего сеанса. Все, что вы сделали. Если в переднем кармане. Если в переднем кармане, то скорее он будет влиять на другие мышцы. Например, тензор фасциэлята. На мышцы тазового дна будет влиять. Поэтому лучше, конечно, носить где-то отдельно, не прилегая к телу. Редактор субтитров А.Семкин